Роскошные седаны Audi давно стали главной опорой большой тройки немецких автопроизводителей, предлагая пространство, комфорт и производительность. Без сомнений, нет лучшей интерпретации этой формулы, чем Audi S7 Sportback 2021 года – элегантный и роскошный седан, который находится на грани между комфортом и спортивностью. Сегодня на сверхконкурентном рынке новых автомобилей большие легковые автомобили не являются изюминкой дня, тем более, если к ним прилагается ярлык люкс. Занимая всего 0,3% рынка новых автомобилей, сегмент больших роскошных транспортных средств стал настолько нишевым, что в 2020 году линейка A7 от Audi была перепродана Ferrari. К сожалению, седаны становятся все более редкими. Второе поколение S7 появилось на рынке в прошлом году и принесло с собой новый уменьшенный силовой агрегат, который, по крайней мере, на бумаге лишил его некоторого очарования. Но это не так, подробнее об этом позже. Стартовая цена Audi S7 Sportback составляет 159 500 долларов, плюс дорожные расходы, что на 9 600 долларов больше, чем у седана Audi S6. Похоже, что люди готовы платить за уличную привлекательность купеобразного профиля. Более широкий модельный ряд A7 включает в себя 4 варианта с начальной ценой в 115 900 долларов за модель 45 TFSI Quattro, оснащенную двухлитровым трубодвигателем Audi. Предположим, что купеобразный стиль A7 покорил вас, и вы готовы заплатить 160 тысяч за роскошный лифтбэк. Что же принесут ваши деньги? Внешне A7 отличается от обычных A7 с затемненными элементами экстерьера, включая решетку радиатора и более агрессивным стилем кузова, дополненным 21-дюймовыми дисками. Ушел в прошлое 450-сильный V8 с двойным турбонаддувом. Audi теперь устанавливает под капот A7 V6 с двойным турбонаддувом, жертвуя при этом 6 лошадиными силами. Однако то, что она потеряла в мощности, она с лихвой компенсирует крутящим моментом 443 фунт фут, что на 37 фунтов больше, чем раньше. Этот крутящий момент передается через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач на все четыре колеса. Audi сняла с производства старую семиступенчатую коробку с двойным сцеплением, так как она не справлялась с возросшим крутящим моментом. 48-вольтовый мотор-генератор сглаживает работу системы Stop Start, а электрический нагнетатель усиливает реакцию дроссельной заслонки. К сожалению, электрические компоненты увеличивают общий вес. При весе 4640 кг новый S7 на 132 кг тяжелее своего предшественника. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач не такая резвая, как семиступенчатая с двойным сцеплением, которую она заменила, и это заметно. S7 разгоняется до 60 миль в час за 4,1 секунды, а четверть мили проходит на 12,5, 0,3 и 0,2 секунды медленнее, чем прежний автомобиль соответственно. И хотя он прибавил несколько килограммов, динамика движения, которая всегда была одним из преимуществ S7, сохраняется.